В исполнении коллективов уникальные песни Урала и Поволжья. Со сцены звучат композиции о героизме, дружбе и любви. Песня времен Первой мировой войны. Там о том, как казак погибает, как конь ему копытом воду достает. Потом и лирическую песню. Казаки издавна на Оренбургской земле, поэтому звучат и этнические песни. В боевых и лирических произведениях твердость непреклонной воли и сила казачьего сердца. Героический эпос – это боевые песни, это лирические песни с определенным особенным смыслом. То есть казаки всегда были на воинской службе, естественно, это накладывало отпечаток и на песни. Естественно, казаки часто не возвращались из походов, соответственно, это отражалось тоже в песнях. Не только песни, но и танцы расскажут об особенностях русского народа. Хороводы и пляски передают жизни радостность и широту души русских. Они в хороводе живут, и каждый показывает себя, свой характер, но при этом он должен в хороводе уметь со своим характером вписаться в общую группу. Девушки и парни общались на вечерках, они могли поплясать, вместе побыть, поиграть в игры. Народный костюм – важная часть национальной культуры. Длинный сарафан, рубаха с вышивкой, платок – традиционный наряд русской красавицы. Одежда отличалась красочностью, у каждого цвета свое значение. Красная символизирует жизнь, желтый огонь, белый свет. Свои особенности и у казачьего костюма. Рукава – это прям так и называлось, рукава. Затем под вот этим передником – это сарафанка. И сверху, собственно, передничек. Отличие казаков наших в том, что они в большей части были староверы. И костюм у нас полностью закрытый. Русские традиции отражают и ремесла – одно из самых старинных ткачества. Мастерицы, которые умели создать своими руками красивую ткань, всегда были в почете. С 12 лет уже сажали в семьях ее закросно, чтобы она сама себе могла наткать преданное. Крестьянская семья сама себя одевала, украшала ручниками. Вот эти длинные полотенца, они были двух-трехметровые, и их называли «круковые». Они специально ткались вот такой длины и на праздники, и украшали. Узнать о традициях и обычаях народа оренбуржцы пришли целыми семьями. А значит, интерес к истории родного края не угасает. Елена Еремина, Константин Воробьев. Новости дня.